Друзья, всем привет! Меня зовут Серёга и вы на YouTube-канале Fear Room Live. Сегодня сбываются мечты, сегодня наконец-то к нам в руки попал гаджет от Абренда, а именно LG G5. Это устройство к нам попало из интернет-магазина Manzana.ua, наши старые друзья. Предоставили это устройство на тест и поэтому, конечно же, в описании ролика будет ссылка на этот продукт в их магазине, ну и, я думаю, на другие магазины тоже, потому что выбор это прекрасно. Начинаем анбоксинг этого устройства и внимательно рассмотрим его коробочку. Как мы видим, верхняя часть данной коробки, так сказать, очень толсто намекает на главную фишку аппарата, именно на модульность. Если мы вот так вот отодвинем нижнюю часть этой коробки, мы увидим, что нижний модуль выползает вместе с аккумулятором. Парам-парам-пам. Вот такой вот толстый, тонкий троллинг, само-троллинг от LG. Дай им Бог здоровья. Смотрим на коробку дальше. Как мы видим, опять-таки, на верхней стороне коробочки изображен сам смартфон. Написано G5. На тыльной стороне основные технические характеристики, я так понимаю, то ли на корейском, то ли хрен его маму знает, на каком языке. В общем, иероглифы полнейшие. Слева информация конкретно о взятом продукте, имейке и так далее. Справа G5 написано, сверху LG написано. Снизу, ну да, LG Life is Good. Вот и хорошо. Открываем коробасик. И здесь нас встречает еще одна коробочка. Вот так вот ее открываем, и первым делом нас встречает смартфон. Мы делаем вид, что его здесь нет, и мы его вообще никогда не видели. И откладываем в сторону, и смотрим, что же там есть еще. Я не совсем уверен, что у нас в руках модификация, которая будет продаваться в Украине, или в России официально. Возможно, это европейский образец, и скорее всего, так оно и есть. Смотрим, что у нас есть внутри. Внутри у нас есть документация. Документация. У нас распаковка, поэтому мы должны посмотреть, что же это за документация, верно? Она опять-таки на корейском, и я так понимаю, это совершенно верно. Это Quick Start Guide, который рассказывает, что как надо отключать модуль от смартфона, и как правильно устанавливать симки. Окей, это хорошо. Дальше, я так понимаю, гарантийный талон, и... Бла-бла-бла, life is good when you play more. Жизнь становится лучше, когда ты играешь из чё. Ну или как-то так это, наверное, переводится. Дальше. Дальше нас встречает адаптер питания. Как я и предполагал, это не совсем украинский образец гаджета. У нас адаптер питания, я так понимаю, под американскую розетку, поэтому, возможно, это под Америку рассчитано. Адаптер питания на 1,8 А. То есть, в теории, это быстрая зарядка. И, кстати, на верхней части самого зарядника написано Fast Charge. Так что, в теории, да, это зарядка быстрая. Дальше нас ожидает такой плотненький, хорошо сделанный кабель USB Type-C, который выглядит вот таким вот макаром. Вот, надеюсь, все увидели. Ещё на эту камеру обязательно покажем. И опять на эту. Это был кабель USB Type-C. И последнее, что нас здесь ждёт. Наушники. Unbelievable. Но это они. Ага. Наушники представляют из себя гарнитуру длиной примерно метр. Это у нас внутриканальные наушники. Беленькие такие. Амбушюр я здесь не наблюдаю сменных. Так. Кабель сам у нас имеет, как это сказать, оплётку из ткани. Пульт у нас имеет кнопку ответа. Показываю на эту камеру. Надеюсь, видно. У нас здесь одна единственная кнопочка. А также у нас здесь есть микрофошек. Вот такой вот маленький. Ну и эта гарнитура в самом что ни есть соку. Обязательно сейчас самую малость её послушаем. И скажем пару слов о ней. Дальше. Кстати, опять-таки очередное подтверждение, что, скорее всего, перед нами гаджет не для украинского рынка. Потому что, как правило, все LG, которые продаются в Украине, они продаются без комплектных наушников. Как если я правильно помню в LG G4. Ага. В LG G4 были какие-то там козырные наушники от LG в Украине. Они в комплект стандартный не включались. И ещё у нас здесь есть в запаянном пакетике скрепочка. Мы её доставать не будем. Вот она, такая круглая. Показываем на эту камеру. Вот эта самая круглая скрепочка. Для изъятия лотков под симки. Ну и, собственно, в коробке больше вот так вот ничего и нет. На комплект мы посмотрели. Давайте рассматривать сам девайс. Поставляется он вот в такой вот броне. Полиэтиленовый. Или как её правильно назвать. Выглядит смартфон необычно. Я не скажу, что мне нравится его внешний вид. Но я не могу сказать, что он мне откровенно не нравится. Весь гаджет прям-таки облеплен со всех сторон. Всевозможными плёнками, наклейками, мерзопакостными. Которые я сейчас буду обдирать. И параллельно рассказывать вам о самом смартфоне. Если вдруг вы не в теме, то одной из главных фишек LG G5 является его модульность. Вроде бы в самом начале ролика я это сказал. И как бы вот эта вот нижняя грань устройства, она отстёгивается. И для желающих сюда можно подключить, я так понимаю, аудио составляющую более прокачанную. То есть можно установить ЦАП мобильный. Вот, и смартфон будет звучать прямо феерически клёво. Можно установить большую батарейку и что-то там ещё. Это всё называется LG Friends. У нас их на тесте, к сожалению, нет. И мнение моё личное, нахрен оно надо. Мне кажется, что лучше было бы устройство напичкать всем этим добром. Сделать его чуть-чуть дороже. И была бы бомба. Без модульности. Ну, возможно, устройство потеряло бы фишку свою главную. Оно мне, как мне кажется, оно при этом перестало бы быть белой вороной. Концепцию которой LG навряд ли когда-то доведёт до ума. Потому что это как бы закрыто вокруг одной системы, вокруг одного смартфона. Ещё есть LG G5 SE, если я не ошибаюсь. Но, как мне кажется, это тупость. Возвращаемся к внешнему виду аппарата. На фронтальной панели смартфона находится его экран. Сейчас мы ловим блик и рассказываем, что над ним находится разговорный динамик. Датчики приближения и освещения. И фронтальная камера. Надеюсь, все всё увидели. Снизу логотип производителя, который у нас находится на отстёгиваемом модуле. Сзади у нас моделька обозначена G5, сканер отпечатка пальца, сдвоенная камера, а также модуль, который, я так понимаю, совмещает в себе вспышку и лазерный автофокус. Сверху порт 3.5 миниджек, инфракрасный порт, микрофон системы шумоподавления. Снизу разговорный микрофон, порт USB Type-C и перфорация мультимедийного динамика. На правой грани имеется лоточек. Сейчас мы его сразу же и откроем. Лоточек представляет собой такой вот двухэтажный бутерброд, в который можно впихнуть либо наносимку плюс карту microSD, либо две наносимки. Вот таким вот образом выглядит этот лоточек. Так, и у нас остался только левый ребр, на котором находится качелька регулировки громкости и кнопочка, которая позволяет отстегивать модуль нижний. Давайте мы это дело затестим. Так, зажали. И сразу же у нас появилась небольшая щель. О, победа! Вот таким вот образом выглядит аккумулятор устройства. На чем он тут крепится, мы сейчас дергать не будем, потому как это кому-то еще покупать. Аккумулятор у нас, если кому интересно, на 2700 мАч. Вот здесь вот это прописано. Так, производство, кстати, 1-го числа 4-го месяца 16-го года. Почти свежачок. Устанавливаем... Ух ты! Снизу у нас виднеется немножечко микросхем. Выглядит интересно. Не сказал бы, что так надо делать. Ну, в общем, я свое мнение касательно всей этой мутатени уже высказал. Продолжая вопрос внешности, скажем немного про материалы корпуса, о чем я забыл сказать сразу. Тыльные панели, ребра у нас имеют... Я так понимаю, что-то очень похожее и общее с металлом. Хоть на ощупь не кажется. Возможно, оно... Этот самый металл чем-то покрыт. Что-то очень похожее мы видели в прошлом году в смартфонах А серии от Samsung. Я так понимаю, это у нас крашеный алюминий. Потому как на ощупь металлом не ощущается ни тыльная сторона аппарата, ни ребра. Но ребра точно металлические. Потому что по контуру, точнее, по месте перехода ребер в тыльную панель смартфона, можно наблюдать снятые фаски. Вот таким вот образом. Теперь, я думаю, смело можно включать аппарат. Кстати, кнопка включения в этом устройстве расположена в сканере отпечатка пальца. Зажимаем. И гаджет пошел у нас включаться. Загорается сразу же долбанный светодиод. О котором я не сказал, потому что я не знал, что он здесь есть. Вот сейчас горит прекрасным бирюзовым цветом. Ну, ждем загрузки. Устройство у нас включилось. И мои самые ужасные опасения как-то, блин, сбылись. Устройство на китайском или на корейском языке. И сейчас мы будем методом тыка и разглядывания ярлыков в меню настроек искать язык. Победа. Мы, кажется, нашли. И вот наш русиш прах. Снизу был украинский. Ладно, покажу еще раз. Так, 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 так. Вот вам украинский. Вот вам сербский. Я так понимаю, казахский. Турецкий. Болгарский. Переходим, наверное, сразу же по традиции к дисплею. Сейчас мы найдем, где здесь яркость. Вот есть авто. Есть выключение. Есть always on. Так. Яркость. Пожалуйста. У нас на максимум. И какие-нибудь яркие обои. Итак, вот у нас установлены весьма яркие обои. Диапазон регулировки яркости. Вот вам минимум. Я на минимуме на этом экране вижу все. Минимальный порог отстой. Максимум. Максимум, в принципе, адекватный. Разглядеть информацию можно. И при этом экран не лупит очень сильно в глаза. Есть некоторые опасения на предмет читаемости этого экрана в яркий солнечный день под открытым небом. То есть экран не совсем идеальный. Если честно, странно такие слова в принципе произносить о смартфоне, который произвела компания, которая очень много производит дисплеев. Но окей. Смотрим на углы обзора. По-моему, они нихрена не идеальные. И вот это опять. Очень непривычно говорить про LG. Но окей. На дисплее мы посмотрели. Что еще? Давайте мы пару слов скажем об эргономике. Эргономика смартфона вполне себе ничего. Пользоваться одной рукой более-менее комфортно. Возможно, нам стоит сказать спасибо немного такому округлому корпусу аппарата. Ну, окей. Так или иначе. Пользоваться одной рукой реально. И как видим, видим плохо, но видим ambient дисплей. То есть устройство у нас, экран погашен. Тем не менее, время у нас воспроизводится. Вот таким вот образом. Надеюсь, только что точно было видно. По супер первым, супер кратким впечатлениям на данный момент это все. А, нет, не все. Я еще вот что хотел очень важное показать. Опять-таки, вопрос экрана. Ну или очень рядом с ним. Вы посмотрите на эти милые, огромные черные рамки. Но разве это не прелесть? И смотрите, сверху они тоже есть. Ну, короче, телефон пока нравится в кавычках очень сильно. Но сейчас для того, чтобы хоть как-то набраться уже более подробных впечатлений о нем, мы немножечко отключимся. Установим сюда синтетику. Установим некоторые игрушки. Пофоткаем на камеру аппарата. И вернемся через мгновение для вас. Часик для нас. И уже чуть-чуть более конкретно пообщаемся с вами об этом устройстве. И прямо сейчас я уже скажу, что это у нас распаковка. И первые впечатления от LG G5. Подробный обзор этого аппарата будет на нашем основном канале Ferrum.com. Так что, если у вас есть вопросы по этому устройству, не стесняйтесь оставлять их в комментариях под этим роликом. И мы постараемся ответить на них в рамках нашего подробного обзора, который, повторяю, выйдет не на этом канале Ferrum Live, а на нашем основном канале Ferrum.com. Поэтому ссылочку на этот канал вы можете найти в описании этого ролика или же в сабскрайб-баре канала Ferrum Live. Все, мы удаляемся. Немного щупать нашего сегодняшнего гостя. Итак, друзья, приветствую вас в будущем. Начнем делиться с вами своими первыми впечатлениями об этом аппарате. И как бы странно это ни звучало, мы начнем не с корпуса, как мы делаем обычно, а с операционной системы. Здесь у нас установлен Android 6.0.1, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, 6.0.1. После того, как я попрощался с вами на время, первое, что я сделал, это начал установку сюда танков и Antutu, собственно, как и обещал. Но система послала меня в задницу, потому что ей очень сильно захотелось установить обновление ПО, ну, для начала скачать. После этого было еще одно обновление ПО, и мои приложения, которые я хотел скачать, как бы они отошли на второй план. Ну да ладно, я ждал, пока устройство обновится окончательно. Оно поймало три, кажется, обновления ПО и заглючило до такой степени, что мне пришлось сделать полный сброс настроек. У нас заглючил экран, то есть у нас тупо на экране ежесекундно обновлялось уведомление о том, что Google сервисы покрошились. Все, задница, делайте, что хотите, ребята, я работать не хочу. Я убил примерно полчаса на то, чтобы как-то доклацать, то есть клацаешь ОК на этом долбаном уведомлении и параллельно клацаешь другие пункты меню, чтобы найти тот пункт про сброс настроек, ведь здесь же не стандартный Android, здесь же оболочка от LG. Спасибо вам, ребята. Я таки нашел этот пункт, я потратил хрен знает, сколько времени я сбросил устройство, я заново его настроил. Теперь я наконец-то скачал сюда весь софт, и я не мог вам не сказать об этом, потому что это жестко меня взбесило, сейчас на часах половины двенадцатого ночи, но мы не сдаемся, мы будем клепать первые впечатления об этом аппарате, потому что я так сказал. Теперь будем переходить к корпусу. А, завершая вопрос софта, я считаю, что в устройстве за 570 долларов, а примерно столько стоит этот аппарат в Украине, такого быть не должно, тем более в аппарате вот А-бренда. Я считаю, что это непозволительно, я понимаю, что это как бы пока еще условно пилотный софт, и так далее, и тому подобное, но блин, А-бренд, но блин, 570 баксов. Пипец. Не каждый китаец у меня так лагает. За последнее время могу вспомнить только частично моя вина, Xiaomi Redmi 3 Pro. Все! Даже супер бюджетки, которые через меня проходили, так не лагали. Продолжаем и будем переходить к корпусу. Здесь у меня появилась шпаргалочка, я в нее буду подглядывать. Не к корпусу, я прошу прощения. Как я и обещал, пару слов про комплектные наушники, которые шли в одной коробочке с этим аппаратом. Как оказалось, они очень даже неплохие. Как особенно для комплектных. Они чуть-чуть избыточно басовитые, но звук суммарно очень даже мягкий. Даже наш аудиофил Дмитрий Леонидович одобрили это дело. Но они уже ушли домой, я тыкаю на пустое место по привычке. Вот. Он одобрил, сказал, что даже на фоне Mi Quanti они смотрятся очень даже хорошо. И за это LG как бы большой-большой лайк. Ну и теперь, наконец-то, будем переходить к корпусу. Качество сборки у меня вопросов не вызывает, за исключением одной вещи. Я сейчас попытаюсь показать на эту камеру. Вот здесь вот, вместе, скажем так, шва отделяемого модуля и неотделяемой нижней грани аппарата, на металлическом заднике такие небольшие выпуклости есть. Я попытаюсь поймать блик, чтобы вы хотя бы чуть-чуть это разглядели. Это не грязь. Это качество сборки от LG за почти 600 бачей. Я считаю, это нереально круто. В остальном к корпусу у меня вопросов нет. Гаджет в руке сидит просто офигенно. Но, опять-таки, первое, вот этот вот момент бесит, о чем я сказал. А, во-вторых, уже именно тактильные, не очень приятные ощущения оставляют эти самые снятые фаски. Я не знаю, как так неудачно можно было снять фаски. Возможно, к этому можно привыкнуть. Но пока это вот единственный серьезный косяк, который не радует мою ладонь. В остальном все очень даже кучеряво. И я даже, как-то, если честно, смирился с двумя вот этими вот камерами. Меня они уже практически не бесят. И закрывая вопрос корпуса, то есть эргономика, ок. Единственное, что бесит, как я уже сказал, долбаные фаски. Закрывая вопрос корпуса, скажем, про сканер отпечатка пальца, несколько слов. Он работает более-менее корректно. Но, как по мне, опять-таки, за без малого 600 бачей все не очень кучеряво. Live-тест прислоняю. Раз, два, три. Сработал. Раз, два, три. Ня! Раз, два, три. Сработал. То есть раз на раз у нас не приходится. Ну да ладно. В остальном, в принципе, по корпусу у меня вопросов нет. Единственный, так сказать, вопрос в будущее, что будет с вот этим вот отделяемым фрагментом у тех, у кого есть LG GFriends, или просто LG Friends, которые будут часто менять этот модуль. Что с ним будет, когда он расшатается? Это, по-моему, открытый вопрос. Теперь мы будем переходить к вопросам мультимедиа. Начнем с экрана. Экран в смартфоне установлен суммарно неплохой. Единственное, что мне не совсем понятно, не совсем широкий диапазон регулировки яркости и не совсем охренительные углы обзора. В остальном экран суммарно нормальный. И что я хотел сказать, под открытым небом читаемся. Мы вполне себе неплохо, но вглядываться приходится. Опять-таки открываем установленный Antutu тест. И открываем тест дисплея. И смотрим на количество одновременных касаний. Парам-парам-пам. Так-так-так-так-так. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот. Циферка 10. Если кто не рассмотрел, вот вам, пожалуйста. Что еще по экрану добавить? К чувствительности сенсорной сетки у меня вопросов нет. Но про все остальное я рассказал еще до временного прощания. Ну и только что подтвердил или опровергнул остальные факты. Продолжая вопросы мультимедиа, скажу, что про звук через мультимедийный динамик и через наушники в этом аппарате мы подробно поговорим в нашем обзоре, который выйдет на YouTube-канале Ferrum.com. А сейчас мы будем говорить про камеры этого аппарата. Сейчас вы наблюдаете примеры фотографий, снятые на камеру этого устройства в максимальном качестве. Чуть дальше будет пример видео. На момент съемки этого ролика я их на большом мониторе компьютера не рассматривал. Поэтому объективную оценку дать я не могу. И с удовольствием прочитаю ваши оценки. Что вы думаете о камерах этого аппарата? Пишите, пожалуйста, в комментах под этим роликом. С нетерпением ждем ваших высказываний. Теперь мы с вами поговорим об аппаратной части нашего сегодняшнего гостя. Переключаемся на эту камеру. Запускаем Antutu Benchmark. Смотрим, сколько попугая в это чудо у нас набирает. И потом обязательно запустим танки и посмотрим, как они идут на этом устройстве. А пока у нас прогоняются драгоценные попугаи, я быстренько вам рассказываю об аппаратной платформе сегодняшнего нашего гостя. Сердце 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820 с рабочей частотой до 2,15 ГГц. Видеоускоритель Adreno 530. Оперативки 4 ГБ. А встроенной памяти 32. Основная камера у нас на два сенсора. Первый 16, второй 8 Мп. Фронталка на 8 Мп. Дисплей 5,3 дюймовый. Разрешение 2560 на 1440 точек. IPS, плотность пикселей на дюйм 554 единицы на дюйм. Кормит все это железо. Съемный аккумулятор на 2800 мАч. Итак, друзья, наш тест завершен наконец-то. И аппарат выдал смехотворную для своей начинки 59 тысяч попугаев. Я не знаю, как это объяснить и чем это объяснить. Возможно, какой-то из тестов прошел не совсем корректно. Но, по-моему, такая цифра для такого железа это вообще тупо не о чем. Ну да хрен с ним. Опять-таки прогоним тест еще раз. Прогоним другую синтетику. И покажем вам результаты этой самой синтетики в рамках нашего подробного обзора на YouTube канале Firm.com. Вопрос нагрева. Аппарат у нас нагрелся, но не очень сильно. Даже невзирая на металлический корпус. Кстати, тепло рассеялось почти по всей плоскости задней панели. Верхушка у нас традиционно самая теплая. Низ традиционно самый холодный. Но при этом тоже теплый. То есть гаджет неплохо рассеивает тепло. И теоретически, даже под сильными нагрузками, спустя небольшое время будет быстро остывать. И это хорошо. Запускаем танки и говорим про производительность смартфона в этой игре. Которая характеризуется серьезными требованиями к аппаратной платформе устройств. Игрушка у нас стартовала. Давайте смотреть на уровень графики. Включено все. Тут у нас все самое высокое выбрано. И давайте рваться в бой и смотреть на плавность картинки. И конечно же на показатели FPS. Игруха запустилась. FPS 15. Оп. 58. Ну окей. Пусть будет так. Поехали. 57. 54. 58. 55. 58. Цифра держится. 58. 58. 58. 53. 50. 58. 59. Ну что ж такое, кто там такой трус, 58, 59, и вот когда я уже выстрелил, мы выехали, окей, окей, 58, 58, с цифрами пока что все неплохо, как минимум, вот везунчик, 58, и есть, 58, суммарно цифры неплохие, и в течение игры не плавали, картинка была плавной, это хорошо. Итак, вот и закончился наш игровой тест LG G5, суммарно в нем устройство себя показало очень даже хорошо, и у меня к нему вопросов в данном аспекте нет. Ну а теперь давайте делать хоть какие-то выводы после краткого общения с этим аппаратом, что не понравилось. Не понравилась хреновастенькая оптимизированная оболочка устройства, которая, как я уже сказал, у меня успела заглючить всего за несколько часов общения с этим аппаратом. Вот, не очень понравились не идеально снятые фаски, которые как-никак цепляют ладошку, и мне это не очень нравится. Ну и не совсем понятно, что произошло с тестом Antutu. Я надеюсь, что спустя какое-то время использования я, понятное дело, прогоню тест еще раз, и увижу уже фантастические там 150 тысяч попугаев. Хотелось бы в это верить. Надежды возлагаю на камеры. Повторяю, что в эту секунду я не видел примеров фотографий на большом экране компьютера. Что я наснимал и что я наснимаю еще перед публикацией этого видео. То есть пока что это для меня тоже загадка, но я возлагаю огромные надежды. Безумно интересно, что из себя представляет этот аппарат в музыкальной составляющей своей. Раньше LG свои флагманы шпиговали по полной программе, и они звучали ок. Что понравилось? Понравилась игровая производительность, суммарно понравилась эргономика, если забыть о долбаных снятых фасках, которые снимал какой-то изверг. Вот, суммарно понравилось, пускай даже переделанный, но какие-то отклики из прошлого остались в оболочке LG когда-то. Она мне очень даже нравилась. Она была очень-очень сильно нафарширована, и тут было очень много прикольных плюшек. Я надеюсь, что что-то еще добавили. И теперь это не оболочка, а просто песня. Опять-таки, про все эти подробности я расскажу в подробном обзоре, который выйдет на YouTube-канале Ferrum.com. Что еще понравилось? Если честно, то, наверное, пока что больше ничего. Но я надеюсь, что спустя недельку-две использования этого смартфона я найду в нем очень много козырей и смогу вам их интересным образом преподнести, чтобы данный двухглазый черт в наших с вами глазах показался чем-то очень даже аппетитным, что реально хочется купить. Еще раз анонсирую подробный обзор этого смартфона на нашем основном канале Ferrum.com. Так что, если кто-нибудь еще на него не подписан, самое время исправлять ситуацию. Ссылка на него есть в сабскрайб-баре нашего канала, а также в описании этого ролика. Повторяю, задавайте ваши вопросы по LG G5 и ожидайте ответы на них в рамках этого самого подробного обзора. В описании ролика, опять-таки напоминаю, есть ссылки на этот продукт в различных интернет-магазинах по аппетитной цене, а также ссылочка на интернет-магазин Manzana UA, которые, собственно, любезно и предоставили нам это устройство на тест, за что им большое человеческое спасибо. На этом у меня все, не забывай поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр, пока!